Короткое видео, как сделать забор из горбыля. Сначала берем из горбыля, выбираем более-менее 15-20 сантиметров горбылины, но желательно так, чтобы они были не очень тяжелые, потому что есть очень тяжелые, есть легкие, более-менее. Потом нарезаем размер, вот это уже готовое, обстриганное, метр шестьдесят. Вот я выбрал метр шестьдесят. Затем нарезанные снимаем кору, взял такую лопату, заточил ее, заточил. Работал вот таким макаром, заточкой с внутренней стороны. Вот у нас заточка с внутренней стороны. Работал вот таким макаром. Долбил, не жалел. Настрогал. Вот таких вот. У меня сколько? За два дня, примерно за два дня, семьдесят штук, наверное, настрогал. Не, больше ножей. Штук, семьдесят пять, наверное. Так, затем, после того, как настрогал... Где у меня болгарка-то? А, вот. После того, как настрогал, берем наждачный круг вот такой покупаем. Ну, сто с копейками. Стоит желательно крупный. Чем цифра меньше, тем круг крупнее. Вот этот круг А-40. Вот я строгал А-80, А-40. У меня вот был А-80, А-40. Есть еще А-60, по-моему. Ну, вот, А-40, самое то. Нормально. У меня вот на... На все, про все. Вот этот второй круг, тот был уже бэушный, восьмидесят. Вот это я новую поставил, когда я вторую парту начал строгать. Первые 35 настрогал старым бэушным кругом. А этим, сороков, и новым остальные. То есть два круга достаточно. Забор у меня что-то там меньше двадцати метров. Ну, я так, с запасом. Еще калитка будет. Короче, двадцать метров где-то. Вот. Щель между забором, между досками, на щель небольшую было делать, сантиметра два, наверное. Тот вот забор у меня из полукруглых, с той стороны не полукруглые, тоненький. Вот дом обшит полукруглым. И решил там на огороде сделать забор, не покупая уже вот эти, на станке сделан полукруглым, а из горбыля. Горбыль обработал, кругом наждачный. Затем кромку делаю более-менее ровную. Тут уже не надо карандашом вот так вот сверху вниз чертить, потом лобзиком идти, это слишком долго. Просто беру лобзиком вот так вот на глаз, на глаз подравниваю, шишки срезаю и все прямо вот так вот на весу. И получается вот более-менее ровненькие они. Там же никто мерить с линейкой не будет ходить. Ну то есть три этапа. Убираем горбылины, нарезаем, потом лопаты. Делаем лопату. Это пять секунд делов. Кожуру снимаем. Единственное, что кожура, конечно, когда горбыльная сухая, кожуру очень тяжело снимать. У елки еще она снимается и то, когда сухая, тоже уже плохо снимается. А типа кедра там вообще плохо. Когда мокрая, она прям слоями, пластами. Вот если мокрую, взяли горбыль еще сырой, тогда нормально можно снять. А потом уже пусть полежит, высохнет. Просто обрабатывать сырой, красить сырой, конечно, это неправильно. А вот кору снимать в самый раз, когда сырая горбыльная. Ну и все. Нарезали, сняли кору. Наждачным кругом обработали. Ну потом, вот я не знаю, может быть, все вверха полукругом. А, еще обкромили. Лобзиком обкромили. Может быть, вверха полукругом. Вот так, полукругом. Это еще не решит. Стоит, не стоит заморачиваться. Ну а потом, самое лучшее, это, конечно, текстурное покрытие. Ну, забор с текстурным покрытием, красить, я не знаю, по-моему, сильно накладно. Я решил попробовать такой вариант. Берем солярку, краску. Пока ПФ, обыкновенно 115 ПФ, попробовал. Вроде разводится. Разводим солярку с краской. Ну, краска белая, наверное, желательно. И туда колер. Обыкновенно колер за 40-50 рублей. Там шоколадный какой-нибудь. Ну, желательно темный. Потому что, если светлым красите, текстурным покрытием, вам придется его перекрашивать через года три. Потому что светлое выгорает. Темное уже проверено. Вот у меня палисандр. Уже где-то сколько? Четыре. Не, нет. С той стороны четыре. Пять лет примерно. Держится нормально. Ничего я не перекрашивал. Соседи уже перекрасили в два раза. У них светлое краска. Это текстурное покрытие. Свет-светлое. Так вот. Солярку с краской смешиваем. Добавляем колер. Нужный колер. И красим. Солярка убивает грибок. Я уже пробовал грибок на дереве. Бензином. Стеклоомывателем. Отработкой. Грибок живой. Ни фига. Ничем не убивается. Как тут соляркой. Покрыл сразу грибок. Сдох. То есть солярка хорошо убивает вредителей. Ну а краска она ультрафиолет держит. То есть краска для ультрафиолета. А солярка от вредителей. Вот хочу попробовать такую смесь. Будет гораздо дешевле. Солярку на халяву. У знакомого водителя. Краску какую-нибудь. Самую дешевую. Белую. Куплю. Колер уже купил. Попробую покрасить. Вот и все. Все очень просто в принципе. И кажется что это долго. Муторно. Ну да. Муторно. Ну в принципе я вот. За два дня. Счистил кору. На 70 вот таких. 70 заборных элементов. Скажем так. И болгаркой. Обшкурил. Где-то по полдня. Два раза по полдня. Считаю за день. Ну грубо говоря. Четыре дня хватит. Чтобы сделать длинный забор. Двадцать метров. Первый день там выбираете. Доски. Режете. Доски. А доски я. Когда над дрова резал. У меня вот. Лежит. Лежит. Сама слава вырезала. Но это уже вторая. Из первых. Я дрова резал и откидывал. Которая более-менее подходит. Заодно отрезал. То есть специально не занимался. Вместе с дровами. Наделал. Ну а потом. У меня три дня ушло. Там где-то штук 75 наверное их. Осталось покрасить. Попробовать. Что получится. Ну если не лень будет. То размещу еще одно видео. На готовом заборе.